Для меня это было к сожалению к огромному ожидаемому Сергею Владимировичу Горохову. По одной простой причине мы понимали, что следствие, ровно как и год назад, сидя вот стоя здесь на избирании мер пресечения, следствие не может доказать нашу вину, ровно как и мы заявляли и подтверждаем о своей невиновности. За этот год нам предъявили четыре обвинения, причем что до сих пор нет обвинения в окончательном виде, дело не закрыто, не передано прокурору и уж тем более не направлено в суд. Вспомните, что следователь вам здесь в июне обещал, что в ближайшие месяцы он сделал направлено. Допущены многочисленные процессуальные нарушения уголовно-процессуального закона материального права. Соответственно, при реализации статьи 217, это ознакомление с делом, порядка 70 томов, защитники подготовили и подали мотивированное ходатайство, после чего следствие было возобновлено. И понимая, что по статье 238 предельный срок содержания под стражей один год, следствие пошло на такой, я бы сказал, беспрецедентный шаг, отменив действие уголовно-процессуального закона на территории Тверской области и повторно арестовав по выделенному уголовному делу из основного дела. При том, что надо понимать, и я думаю, вы сегодня все услышите, защита максимально обоснована, доложит в суде свою позицию, что дело, по которому нас сегодня собирается задерживать, уже было ранее рассмотрено. Ну, по крайней мере, следствие будет ходатайствовать об этом. Соответственно, мы понимали, что они какой-то правовой креатив проявят, но, к сожалению, он вне правовой плоскости, это все, что могу сказать.